Конь и сноубордист. Казалось бы, ничего общего, но все-таки они вместе. В преддверии года лошади у уральских экстремалов появилась новая забава. Теперь они долго запрягают, ну а вот быстро ли едут, увидела Надежда Маркова. Так на лыжах и сноуборде светловчане еще не ездили. Экстремалам теперь даже склон не нужен. Ускоряются они с помощью лошадей. На скаку остановиться можно в любой момент. Нужно просто отпустить по воде. Это называется скиджоринг. Он появился четыре десятка лет назад в Канаде. Правда, изначально спортсменов за собой тянули не кони, а собаки. Лошадей припрягли гораздо позже. Высшим пилотажем в этом направлении считается тандем. Вообще, по идее, скиджоринг в Канаде подразумевает под собой, что сам наездник управляет лошадью. То есть на лошади не сидит всадник. Но пока у нас таких лыжников-жакеев нет. Лошади управляют инструкторы. Правда, оседлать любимого конька порой не получается. По воде, за которой держатся спортсмены, тягачам мешают. Батик, блин! Задрал! Цепление проходит через круп лошади. На круп веревка немного воздействует. Соответственно, лошади это ощущение непривычное. И поэтому она достаточно так веселится, как говорится. На всю катушку веселятся и экстремалы. Говорят, отличная возможность взглянуть на любимое увлечение под другим углом. А Кирилл еще и детство вспомнил. Это в детстве было. Я на собаке ездил, на мини-лыжи. Это одни ощущения. Тут как бы лыжи посерьезнее. Это уже не собака, а уже лошадь. Тоже впечатление масса. А вот сноубордистке Анастасии не хватает скорости. Быстрее лошади же не уедешь. А она ускоряется не больше 40 км в час. Да еще и ветки сугробы иногда тормозят. Нужно одевать защиту, потому что это лес, это палки, это камни. Нужно обязательно страховаться. Впрочем, по словам любителей скиджоринга, это неплохой вариант для новичков и тех, кто не может часто ездить на горные склоны. Да и комбинация два в одном затягивает. Надежда Маркова, Новости 41 канала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...